Фотографии, календари и буклеты последних лет – все на одну тему. Жизнь и история этой семьи тесно связаны с космодромом Байконур. Вот почему так часто беседа за праздничным столом или в кругу друзей возвращается к недавнему прошлому, когда глава семьи Константин Сафронов и его супруга работали на космодроме. В этом году общественной организации ветеранов Байконура исполнилось 55 лет. Я родился на космодроме Байконур, и он тогда назывался еще город Ленинск. Ленинска было по стране много, потому что нельзя было говорить, где мы живем, где мы учимся или работаем, где работают наши родители. Город Байконур означает «богатая долина». В свое время город назывался Звездоград. Нам очень нравилось, когда мы были еще пионерами, но нравилось название почему-то не Ленинска, а именно Звездоград. Отец и дед Константина были военными. Когда родители приехали на Байконур, город был еще деревянным. Люди жили в бараках и вагончиках. Со временем появились многоэтажные дома и инфраструктура. Но жизнь была по-прежнему тяжело. Климат суровый, летом жара, зимой морозы до минус 30, а вокруг пустыня. По профессии Константин энергетик. Вуз окончил в Волгограде, потом служил в армии. После вернулся на Байконур, работал в монтажной организации. Работали по всем космическим стартам. Разные работы электромонтажные были в том числе. Это Гагаринский старт, это Протон, ракета-носитель Протон. Очень работа сложная была до позднего вечера. Разные ситуации были. Конечно, были печальные ситуации. У меня был такой момент, когда я думал, что я не буду живой. Однажды во время ремонта оборудования произошла утечка амила, опасного для жизни ракетного топлива. Константину с напарником чудом удалось спастись. На Байконуре он познакомился с будущей женой, которая работала на телефонной станции. Там же у семейной пары родились четверо детей. Трое сыновей и дочь. Мне на самом деле очень нравилось, потому что, когда я помню свое первое впечатление, когда я увидела ракету, это была зима, и был первый пуск мой, я который видела. Я пришла на этот старт. Мы ходили там, проверяли. Но вот телефон, эти секретные связи, там тихо-тихо падал снег, все было в снегу, вот эта белая ракета вся освещена со всех сторон, так было красиво, так все. Пятый ребенок родился уже во Владимире, куда семья переехала 4 года назад. И хотя жить в средней полосе России намного легче, Сафроновы до сих пор тоскуют по своим друзьям, ведь люди на Байконуре особенные. Сейчас время такое, когда, ну, людям хочется иметь достаток, прибыток, да, разные удовольствия. Там еще остались те люди, которые строили весь этот город на энтузиазме. Да, в советское время платили хорошие зарплаты. Но люди не мерили вот зарплатами. Когда была нужда, люди оставались сутками работать, без нормальных человеческих условий. Сейчас главное в жизни семьи дети. Старший сын-программист живет в Москве, средний студент в ЛГУ, а дочь мечтает стать врачом. Но как бы ни сложились их судьбы, город своего детства Байконур они уже не забудут. Ведь именно там они получили уроки настоящей дружбы, не раз встречая людей, которые, не думая о деньгах, трудились во имя великой цели. Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, Губерния, 33.